Всем привет! В этом видео я покажу как посмотреть информацию о своем компьютере в операционной системе Windows, как это сделать стандартными утилитами системы и с помощью сторонних программ. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вам вдруг нужно узнать информацию о конфигурации вашего компьютера, операционной системе, установленных драйверах и поддерживаемых технических модулях, например, точную модель сетевой, видео или аудиокарты, версию BIOS или UEFI, какая версия DirectX установлена на вашем ПК или модель вашей материнской платы, это видео будет полезным для вас. Итак, начнем. Если вы хотите посмотреть базовую информацию о вашем ПК, откройте «Параметры», «Система» и далее в самом низу «О системе». В открывшемся окне в правой его части вы увидите три раздела с информацией. В первом будет показана информация о защите вашего ПК в реальном времени. В разделе «Характеристики устройства» приведены основные сведения о конфигурации компьютера, модель процессора, объем оперативной памяти, идентификаторы устройства и продукта, а также тип используемой системы – 32-разрядной или 64-разрядной. А в разделе «Характеристики Windows» указаны название, версия, дата установки и номер сборки операционной системы. Ниже вы увидите три ссылки. В первой – изменение ключа продукта или обновление версии Windows. Можно будет изменить ключ, подробнее почитать о активации продукта, а в двух других – прочитать соглашение об использовании служб Microsoft и о условиях лицензионного соглашения по использованию программного обеспечения. Нажав «Сведения о системе», откроется окно с информацией о ней. А само приложение «Сведения о системе» было добавлено еще в Windows XP. С его помощью можно посмотреть гораздо более подробный обзор как системной информации, так и сведений об используемом оборудовании. Чтобы открыть ее, нажмите сочетание клавиш Windows Plus R и в открывшемся окне введите MS-Info32. Здесь вы увидите уже больше информации и она предоставлена более подробно. Как видите, здесь указан изготовитель вашего компьютера, указана детальная информация конфигурации, версия BIOS, модель материнской платы, установленная оперативная память и другое. А если развернуть дерево вкладок слева, откроется полный функционал данного приложения. Большая часть этой информации пригодится, наверное, только разработчикам программного обеспечения и системным администраторам. Но в то же время здесь имеются почти все необходимые данные о системе. К примеру, в разделе «Компоненты», «Развернув сеть», а затем нажал «Адаптер», программа выдаст полную информацию об этом устройстве, названии, модель сетевой карты, его производителя, версию драйвера, текущее состояние, а также все связанные с ней настройки, которые используются в данный момент. Всю эту информацию вы сможете экспортировать в текстовый файл. Нажав на нужный пункт, затем «Файл» и здесь выберите «Экспорт». Укажите нужную папку, имя файла и нажмите «Сохранить». Эта опция крайне полезна, когда вам понадобится отправить данные о своей системе или о возникающих ошибках оборудования другому пользователю, например, в службу поддержки или если вы просто захотите сохранить копию вашей конфигурации и настроек системы на всякий случай. Теперь в любое время вы сможете без проблем открыть данный файл и просмотреть все интересующие вас сведения и настройки. Если у вас вдруг Windows не загружается в нормальном рабочем режиме, то для получения сведений о системе можно использовать командную строку. Если у вас не запускается операционная система и вам нужно восстановить важные данные, которые находятся на диске, как это сделать, смотрите в одном из видео нашего канала, ссылка будет в описании. Запустите командную строку и перейдите в каталог, где расположена данная программа. Введите следующий путь, затем введите команду «Систем.Инфо». После анализа программа выведет информацию о сборке, версии операционной системы, процессоре, версии BIOS, загрузочном диске, памяти и сведениях о сети. Еще один из способов получить информацию о вашем ПК через диспетчер устройств. Он является единственным инструментом управления драйверами для каждого установленного устройства, управляет выделенными ими ресурсами, а также предоставляет большой объем дополнительной информации. Открыть его можно, нажав правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и здесь выбрать его. Или по этот компьютер, я открыв управление, здесь вы тоже его увидите. В открывшемся окне будут представлены все установленные устройства на данном компьютере. Далее просто перейдите в любой интересующий вас раздел, например, «Процессоры» и откройте его. После чего вы увидите окно свойств данного оборудования. А вверху вкладки «Общие», где предоставлена общая информация. «Драйвер», где указаны сведения о драйвере устройства и предоставлена возможность его обновить, откатить, а также отключить или удалить устройство. В двух остальных указаны сведения и события, связанные с его работой. А если вам нужно узнать, к примеру, версию DirectX, Это специальный набор готовых графических элементов, процедур и функций, которые операционная система Windows предоставляет для использования внешними программами. Самый простой способ это сделать – открыть окно «Выполнить» с сочетанием клавиш «Windows Plus R» и ввести команду «DX-Diag». В результате запустится утилита средства диагностики DirectX. На первой вкладке окна программы будут выведены некоторые сведения о компьютере и информации о версии DirectX. Еще здесь вы увидите информацию о системе, экране, звуковых устройствах и устройствах ввода. Также существует множество утилит, которые могут предоставить еще больший и более детальный объем информации о вашем компьютере. Одной из таких программ можно отметить AIDA64. Ссылка на нее будет в описании. Эта программа поможет протестировать и идентифицировать устройства, подключенные к вашему ПК, предоставит детализированные сведения об аппаратном и программном обеспечении, установленном на нем и многое другое. Здесь вы сможете узнать практически всю информацию о компьютере, начиная от железа и заканчивая ее установленными программами. Открыв раздел «Компьютер», суммарная информация, будет выведена вся информация о нем. Тип компьютера, какая операционная система на нем установлена, его имя, модель системной платы, видеоадаптера, звукового оборудования, устройств хранения данных, сетевых, периферийных и устройств ввода. Посмотреть более детальную информацию вы можете, открыв интересующий вас раздел. В разделе «Датчики» можно посмотреть температуру процессора, графического адаптера и жесткого диска, напряжение и потребляемую мощность. А в разделе «Тест» вы сможете протестировать вашу оперативную память и процессор. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока!